Всем привет! И с вами снова я, Олеся Валерьевна, и хочу сегодня с вами поговорить о том, как же прошла моя жизнь за эти три года несчастных, которые я не была с вами. Сейчас говорю так, будто просто я там, я не знаю, миллионник и вся херня, но всё равно. Что у меня нового в жизни за эти три года? Что произошло за это время? И что вообще и как? Итак, с вами снова я, Орли Клим. Поехали! Итак, начнём с того, что я забросила канал и перестала его снимать в 2020-м, наверное, в 2021-м. Нет, в 2021-м не может быть, в 2020-м. Это была осень, мне 13 лет было. Сегодня моё день рождение, можете мне поздравить. И получается осень. У меня было очень много друзей. Я, Варя, так же всё, мы общались так же. У нас была очень большая компания. И время летело очень быстро, очень быстро. Тогда я знакомилась в интернете с мальчиками, там, ну, всё это понятное дело. Но, получается, зимой мне очень сильно понравился тот самый одиннадцатиклассник. Знаете, вот этот вот шестой класс, когда тебе нравится одиннадцатиклассник, и ты просто такая, блин, как я хочу с ним общаться. И вот этот вот момент не исключение. С первого на второе он мне приснился и пошло-поехало. Он меня поздравил с днём рождения, 24 января. И я такая, вау, блин, ну, мы начали, короче, там что-то попереписывались. Всё, он потом меня игнорировал, в принципе. Даже не игнорировал, а просто не связывался со мной с разговором. Что происходило дальше у меня в жизни весна 2021 года? Я просто обожаю этот момент. Не хочу вообще ничего употреблять про этот кусок времени, про этот кусок дерьма. Просто я не знаю, как ещё выразиться. Во-первых, у меня ухудшались оценки. Ухудшались оценки до такой степени, что мне само уже не нравилось это всё. Не нравилось моим родителям так же. Не нравилось это вообще, в принципе, кому-либо. Но также у меня были друзья, но, к сожалению, одна девочка ушла из нашей компании в другую компанию. Она влилась в другую компанию, всё, окей, ладно, проехали дальше. Так получается то, что со мной остается только Диана. Но мне Дианиной поддержки не очень сильно хватает, потому что там вроде бы с другой уже девочкой общалась, не помню. И я решаю завести себе интернет-друзей. У меня появилась очень классная подруга Вика, которым я сегодня очень классно поздравила вот её сообщение. И получается так то, что у меня типа были отношения на расстоянии. Вы знаете, вот эта вся сказка. Ему восемнадцать, мне тринадцать, восемь лет разница и восемь лет ему дадут. Вот это всё, короче. Вот эти шутки в сторону. И получается так то, что это оказались девочки под этим... Как хоть объяснить? Короче, они писали со странички пацана, которые создали сами. Лица пацана, но сами эти были девочки. Его звали и оказался... И, блин, короче, там такая очень тяжёлая история вообще, в принципе, хрень какая-то. Понятное дело то, что если бы я сейчас читала, я поняла то, что это какие-то долбаные пятиклассницы, которые не могут нормально речь связать. Ну, ладно, я тоже из таких не исключение. И вроде бы 2021 год. Очень даже интересный 2021 год, потому что сначала какое-то дерьмо просто в начале года идёт, а потом просто подарок судьбы. Я... Как это всё произошло? Сейчас будет вообще прекрасный момент, который вы должны послушать. Я встретила своего лучшего человека. Человека судьбы. Это сейчас бой, как я не знаю, там, как будто мод парень. Это была история такая. Нам с девочкой, друга моей той, было очень скучно. Мы решили позвать девочку, другую. И сразу скажу, мне 13, ей 17. Мы, понятное дело, такие, может, не надо? Мы же вот для неё маленькие. Зачем нам такое надо? Ещё предыстория. Мне тогда нравился мальчик. Ему было 15 лет. Я не помню, сколько ему лет. Но сейчас он уже в нашем городе не живёт хорошо. Короче, мы пишем ей, такая, Алина, уже имя спалило, пофиг. Алина, пошли гулять. Она такая, всё, сейчас уезжай. Мы поехали на велосипед кататься. И всё, мы поехали. Мы думали, что мы чисто по парку прокатаемся, там несколько кружочков, посидим, подохнём и пойдём домой. Потому что тогда я гуляла до 8, вроде бы. Но нет. Она такая, поехали, типа, в Бахромейку. В Бахромейку, вот. Нам от Любима до Бахромейки 9 километров. 9, ну, то есть это дофига, извините меня. То есть нам надо было ехать по такой дороге, где машины, где фуры все. Мы поехали. Мы поехали туда, не просто так, а чтобы пофоткаться. Мы пофоткались всё-таки. Я считаю то, что это прекрасный день. В итоге мы начали с ней общаться. Мы в этот же вечер вроде бы прообщались до 3 часов ночи. Хотя я, в принципе, до такого времени... Твою, я в такое время уже сплю. И вот так вот у нас всё пошло-поехало. Мы начали общаться. Потом как-то она уехала на море. Каждый год ездила на море. Она как-то уехала на море. Мы перестали общаться. Потом осенью опять же я начала общаться. Тьфу, уже, ну, типа, гулять с другими ребятами. Но нас всё равно судьба как-то связала. И мы гуляли вместе. Вроде бы всё хорошо, да? Осень вообще должна пройти отлично. Я не хочу сейчас затрагивать тему взрослых. Там какие-то ссоры со взрослыми. Нет, я не буду этого делать. Потому что я знаю то, что моё видео будут слушать. И не только взрослые люди, но и очень близкий круг общения. Поэтому лучше я не буду этого говорить, оглашать. Тоже осень прошла очень даже удачно. Мы... Короче, в принципе, всё отлично было. До... Нет, всё было отлично вообще. Насчёт парней не могу ничего сказать. Мне нравились мальчики так же. Всё окей. О-о-о-о-о-о-о. Нет, такого не буду рассказывать. И получается, в феврале мы завели стрим... Нет. Да-да-да. Мы завели стрим с мальчиком. Я думаю, те, кто смотрели мой Инстаграм, те, которые следили за моими эфирами, увидели этих пацанов, мы тоже хорошо общались. И что-то его девушка вроде ревновала, как бы. И мы перестали потом общаться. Хорошо, но... Самый-то интересный прикол в том, что так же 9 февраля мы начали общаться с мальчиком по имени Лёша. Мы его нашли в чат-рулетке вообще. Просто такой классный мальчик. Просто, я не знаю... Нет, я его воспринимаю как друг. Потому что он просто одна копия Алины. Вот именно не общением, а не внешне. Они просто одинаковые. Блин, вообще очень классный пацан. Но его девушка тоже всё испортила. Мы перестали общаться из-за неё. Но это были просто самые лучшие, наверное, дни, когда мы очень хорошо общались. Дальше. Идёт лето 2020 года. Это что-то с чем-то. Тоже разъясняли, чего, в принципе, не надо. По сути. Мы так же с Алиной общались. Всё было отлично. Всё было окей. У нас образовалась какая-либо компания. Маленькая, но нормально. 8 человек, извините меня. Это нормально. Мы, получается, гуляли так каждый день до какого-то момента. Потом куда-то все разъехались. И мы там еле-еле набирались по 3-4 человека. Еле-еле вообще надо было выйти погулять вдвоём. Еле-еле. Потому что все уехали. И вот начинается август. Алина приехала с моря. Я поехала в Рыбинск. Просто это самый лучший, наверное, момент. Я поехала в Рыбинск на одну ночь, два дня. Это просто лучшее, что может быть на самом деле. Потому что там удивительно красиво. Мне очень нравится. Я просто восхищаюсь этим городом. Потому что хоть на самом деле люди, которые там проживают, очень мало знают про Рыбинск. Очень мало что могут рассказать. Как до этого он назывался. Как вообще, в каком году он просто создался. Никто ничего об этом не знает. Мне очень об этом жаль. Но всё-таки находятся такие люди, которые мне всё рассказали. В итоге это просто самый лучший город. Я там познакомилась со своими друзьями. Просто друзьями, другими знакомыми. Мы тоже общаемся до сих пор. Классные вообще люди. Но, в принципе, всё отлично, да. Потом идёт осень. Осень, ужасная осень. Потому что Алина уехала. Она была в одиннадцатом классе. Ей уже сейчас восемнадцать. Мне пятнадцать сегодня исполнилось. Вот. И что могу сказать? Мы с ней очень плохо так общаемся. Потому что она мне хрен напишет, хрен позвонит. Да. И она ко мне не приедет на день рождения. Пошла в попу. Алина. Я про тебя говорю сейчас. Вот. Осенью, в принципе, всё смутно. Потому что мне, в принципе, рассказывать нечего. А я почти там не гуляла. Но у меня появились также новые друзья. У меня появились новые знакомства. Я начала гулять с той компанией, с которой, в принципе, меньше всего ожидала гулять. И я не думала то, что до такого момента дойдёт то, что я начну прям хорошо им доверять. Я не думала то, что я начну доверять Поле. Если ты Поле слушаешь, то я думаю, ты поймёшь. Я не думала то, что я вообще, в принципе, кому-то из девочек буду доверять. Но нет. Это просто классные люди. И, в принципе-то, Новый год прошёл, ну, просто отлично. Всё окей было. И на днях я съездила, опять же, в Ярославль на базу туристическую, детскую. Вот. На три дня и две ночи. И тоже там познакомились с новыми знакомыми. Новое знакомство, как и без этого. И, в принципе, всё отлично. Мы сейчас с ними, ну, так, общаемся. Господи, это было два дня назад. Да. Через неделю, через две мы уже даже друг друга не вспомним. Ничего страшного. Итак. К чему могу подвести? За эти три года слишком много произошло. Больше, чем за остальное... За остальное года. Года. Вот. Но всё равно. Смотрите, какая красотка сейчас. Подождите, подождите. Смотрите, какая красотка. Извините меня. Как только можно не влюбиться. Надеюсь, что вы были рады послушать меня, посмотреть. Послушать мои истории, что и как произошло. И всё спасибо те, которые меня реально поздравили с днём рождения. Я очень вас люблю. Всех тех людей, с которыми я знакома. Просто я вас обожаю. Это видео застенилось на 14 минут. Хотя я такого не ожидала. Ну, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok